Значит, у меня три цели, просто прочту все по порядку. Значит, первая цель – расторгнуть контракт с антимиром, который я заключила, приняв решение стать спасателем. Я прошу прощения у первого Творца за моё нарушение личного пространства других человеческих душ и мои действия, противоречащие иконам нашей Божественной Вселенной. Я отменяю моё решение участвовать в событиях принесения себя и других человеческих душ в жертву. Отдаю карму антимиру за каждое такое событие и возвращаю в себе весь мой потенциал и все частицы моей Души. Ситуация Согласилась на предложение сестры участвовать в фестивале Burning Man, или по-русски «Горящий человек», исходя из позиции спасателя по отношению к сестре. Когда сама я была против этого мероприятия, тем самым предала себя. Отменяю своё участие в этом событии и предательство себя, возвращая себе весь мой потенциал и все живые жизненные энергии из этого события. Призываю силы кармана ответственных за создание эгрегора Burning Man и распространение магии и колдовства. Отменяю своё участие в ритуале, ну там было то, что вот сожжение статуи человека, а также храма умерших душ, это вот это здание с фотографиями ушедших. Отменяю своё знакомство с человеком по имени Карим и отдаю ему карму за ложь. Это человек, который организовал всё это для нас с сестрой, всю эту поездку. На фестивале, и ситуация с ним была такая, что на фестивале в последний вечер мы с ним сильно поругались. Я из побуждения защитить свою сестру не выдержала и высказала ему, что он не имел права принимать решение за нас с сестрой. На что он расплакался, упал на коленке и начал плакать. Ну, сестра при виде всего этого не встала на мою сторону, она просто уговорила меня, что, мол, ну давай по-хорошему закончим всё это путешествие, не будем ругаться. Я восприняла это как предательство со стороны сестры, и я отменяю своё решение вмешиваться в отношения между сестрой и Каримом, а также спасать её. Цель номер два. Очистить свой аватар от чужеродных энергий и погрешностей, вернуть себе истинный образ, данный мне первотворцом. Отменяяя своё решение стать похожей на мою старшую сестру Олю, тем самым предать мой божественный образ. Я не дубликат и не близнец своей сестры. Я являюсь единственной в своём роде. Я прошу прощения у первотворца за предательство себя и отторжение своего истинного аватара. Я возвращаю себе свои жизненные энергии и восстанавливаю свою перводанную целостность и свой образ. Я принимаю себя такой, какая я есть. И ситуация. Мне было где-то около пяти лет. Нас с сестрой мама попросила сходить в продуктовый. И я помню, что на сдачу в магазине мы купили то ли что-то из статкового. То есть это леденец или жвачка, что-то такое. Ещё копейки, я помню, были. И прися домой мама прямо в коридоре устроила нам скандал, что мы потратили эту сдачу. Но тогда у всех с деньгами было очень тяжело. И как бы вот эти копейки. Мама расстроилась и, короче, начала хлестать нас с сестрой кухонным фартуком. И кидать просто всё подряд. Все, что я в коридоре попадала, из-под руки там ключи. И я просто помню, что я спряталась, как бы мы стояли в углу. И я спряталась за сестру. И сестра накрыла меня своим телом. И я помню, что много было таких моментов по жизни, когда родители отсутствовали и просто оставляли меня с сестрой, нас двоих. И я чувствую, что моя детская психика в какой-то момент просто выбрала сестру как родителя. Потому что она именно тот человек, который всегда был рядом. И на этой почве мне захотелось равняться на сестру. Мне захотелось быть похожей на сестру. Теперь я осознаю, что я суверенная личность. Я цена такой, какая я есть. И я отменяю своё решение стать похожей на свою сестру и кого-либо. Цель третья. Вернуть карму тем, кто ответственный за лишение меня моих истинных прав. И вспомнила ситуацию с мамой. Вспомнила, что до поступления в первый класс, буквально за пару дней или за неделю, значит, я должна была идти со всем своим потоком, со всеми детьми из детского сада, прям в первый класс, ну, как обычно бывает. А тут мне объяснилось, что меня как бы просто выяснили, вытеснили из моего потока, из моего класса и перевели в другой, без каких-либо на то оснований. Моя мама, которая была педагогом в этом же детском саду, когда узнала, не смогла ничего предпринять. Я помню, что вот, ну, ей это сообщили, и мы стоим в коридоре у окна, и мама плачет. И я как ребёнок мысленно пожалела маму, мне её стало очень жаль. Я просто стояла, помню, мне хотелось сквозь землю провалиться. Её так жалко было. И как бы мама часто не бывала на моей стороне, она меня как своего ребёнка не защищала. И я чувствую, что, я почувствовала, когда это всплыло в моём сознании, что на этой почве я не боролась по жизни очень часто за свои права, то есть за то, что мне принадлежит по праву. Поэтому здесь и сейчас я отменяю своё решение жалеть маму в той ситуации и позволить ей предать меня. Я также призываю силы кармы на ответственность за вытеснение меня из моего потока и возвращаю себе свои истинные права, данные мне первотворцом, жить и творить по моей свободной воле. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Я вижу эту ситуацию на тонком плане, как она выглядит, когда Елену вытолкнули из её группы. Ну, мы сейчас она всё проявится, очень интересно тут всё разворачивается. Хорошо, Виктория, отсоединись от всяких всего. Ещё три. Найди в эфирном пространстве, эфирное тело Елены. Елена, один, два, три. Я её вижу, она появилась. Так, энергосфера правильной формы, как шар. Но она вот так сделала. У неё, как вот этот пальчик, как будто почернел. То есть программа работает какая-то, и она вот так в своё пространство, вот так тук-тук-тук, и я услышала такой глухой звук, как будто в какую-то колку стеклянную. Вот, и вижу, что, да, это программа. И к этой ситуации, которую я увидела сначала, есть под ключом, а ситуация такая, вижу, что маршируют, как будто эти октябрята или ребята октябрята. Они выглядят, как такие чёрные солдатики. Как оловянные чёрные солдатики. Или деревянные. Вот они идут, вот так, все одинаково маршируют. Тук-тук-тук. И тут среди них появляется вот такой шар над ними. А стоит, кто-то стоит в секторе магии, учительница с блокнотом, и она вот так тыкает на этот шар Леночка. Леночка. И записывает, говорит, она другая. И вот так, типа, чтобы её убрали. Угу. Понятно. Так, хорошо, разберёмся с этим, Виктория. Отодвинь эту ситуацию. Да. Давай посмотрим. Лена, нашла ты её, Виктория. Да, вот она стоит, я на неё смотрю, и вот сейчас я вижу её глаза. Когда я смотрю, от неё идёт такой свет, и считывается луч азартная. и глаза такие, с глаз идут такие, как лучи, и я вижу, как эти глаза как будто бы забирают. Да, это в этой ситуации произошло. Хорошо, считай эфирная ДНК, Елена, она ли это? Да, это она. Спроси у неё разрешение, потрудиться с ней и для неё. она разрешает. Так, вот эта учительница приказывает проявиться согласно ей физической ДНК и отвечать. Кто она такая? Появляется как будто крокодил с таким длинным носом, который похож больше на клюв. И у неё такие большие глаза, которые как будто выкатились из орбит и лежат. на этом клюве с обеих сторон. Лапы зелёные и длинный чёрный хвост. Считывается программа предатель рода человеческого и у неё вот как бабочка вот здесь в душе. Вот здесь в душе служитель культа. И я вижу, что у неё к правой ноге привязан огромная гиря. Считывается доля ответственности за унижение. она вот понижает те души, которые которых она учит. Она подчинённая этих программ и подчиняет детей. приказываю называться, как зовут это учительница, кто на физике проявляет эти программы. Она вот так взяла маму как за талию. Мама Елены. Вот. И говорит мы подруги. Насильно она. Её мама как отстраняется. Вот. Но я вижу, что между ними по уровню третьей чакры такая как восьмёрка. Знак бесконечности. Так, это подключка, Виктория? Ну, это их программы. Они соединены в общем. Я слышу эпохальным эгрегором. Так, а что это за эгрегор такой эпохальный? Что это за эгрегор приказывает эгрегору появить согласно его эфирным ДНК в его пространстве? В банке. Он такой большой очень. Выглядит как мешок такой. Или вернее как желудок. Вот эту форму такой и плотный. ну ты сказал в банке я его так сразу он в таком квадратном чем-то прозрачном я его так рассматриваю. Эпохальный эгрегор считается как предательство, какое-то волонтёрство. Виктория я вижу вот это считывается у этих учительниц они как бы очень большую миссию выполняют но должны были и выполнять но я вижу как у них вот этот искажение идёт. То есть они вот эту миссию на будущее то есть работать на будущее потому что результат воспитания даёт о себе знать увидеть этот результат через много лет. И они вот учитель он считывается как волонтёр то есть он жертвует какими-то своими моментами. А вот он не собирает урожай сегодня его урожай завтра. То есть когда дети вырастают и получается результат их труда и получается что этот эгрегор так устроен что вот эта светлую вот эту миссию потому что они вот считают копейки они даром почти работали в Советском Союзе. Да. Вот я вижу как в Америке например насколько здесь каждый учитель имеет свою собственную программу. То есть никто не может сказать вот ты учитель ты должен вот учить вот так или и так или вот так. то есть каждый развивается в своих своем каком-то потенциале развивает свой собственный потенциал это творческий процесс. Вот в колледже я учусь а вот там вот я вижу как это все директива сверху и вот эти дети которые идут как шаблон они все одинаковые все вот махают руками одинаково маршируют одинаково и только я вижу как лена вот так выплывает у нее такая энергосфера и она над над этой марширующей толпой но она тоже имеет подключку в том моменте что она другая когда я смотрю я слышу то есть она иначе она другая чем эти детки так а вот эта подключка которая все-таки у нее есть где ее решение где она допустила эту подключку так сейчас я смотрю сейчас я отсоединюсь от игры играет эта ситуация отсоединить векторе поднимайтесь повыше так там какое-то есть решение я вижу там появляется вот этот символ как сковорода как будто бы кто-то блинчик жарит там на сковороде и вот так вот его перебрасывает вот это снова какая-то мать тереза звучит почему-то сейчас я посмотрю всех секторе магии приказываю проявиться кто секторе магии согласно физическом днк появляется икона а где изображена а вот эта женщина мать тереза это учительница она как-то не идет имя но нет конкретно не не слышу как обычно бывает может это короче я смотрю и вижу что она вот так целует эту икону и у нее появляются такие черные губы как сейчас я хочу посмотреть когда она вот отсоединила я вижу что происходит я вижу происходит вот такое вот эти детки все маршируют как по направлению к этой учительнице это в эфирном плане и все черные одна только елена вот светится на выходит вверх и она ее вот так вот как влево отстраняет все эти детки они так маршируют и там переступают и в такой портал падают магический в секторе магии они подчиняются этому эгрегору и рассаживается в этом эгрегоре как на ярусах на таких вот а елену она леночку она вот так вот сторону то есть те падает вверх она вот так как-то в сторону отводит и это связано с ее лучезарными глазами и она посадила там эфирном пространстве посадила ее как на стульчик на такой табурет и вижу как прорастает такая подключка черная по позвоночнику и выходит через седьмую чакру образовалась такая петля в сектор интерферентов секторе интерферентов что это за сущность сектор интерферент на приказы и проявиться в соответствии эфирным днк в ее пространстве серном плане это выглядит как будто такая какая-то яма и в этой яме огромный спрут лапы у него такие живые упругие и он шевелится вот эти его лапы так приказывает ему спорту отвечать что он делает в пространстве елены он говорит что ему нужны ее глаза но я спрашиваю зачем ему ее глаза он говорит что ему нужен лучезарный свет ее глаз способность видеть и я вижу что его глаза они как будто бы гниют и течет с них все понятно так виктори вот эта ситуация когда ее посудили на стульчик и вот эта петля появилась что в этот момент на физическом плане происходило я слышу она предала себя там в секторе принятия решений я вижу как она стоит и гладит маму на этот момент я вижу что мама мама вот так как бы в него мает из себя какую-то энергию сердечной чакре дает ли они но идет вот так леночки и показывает туда этому спруту отнести а считывается вот это я смотрю это серая штука которую мама дала а а ты такой как амбарный замок а считывается кон взаимодействия взаимовые ручки и вижу как леночка побежала как ребенок вот этому животному у него такой как будто клюв они рот вот так он так открывает рот он как будто бы почти умирает и она его кормит и когда она ему дала эту штуку эту энергию взаимодействия то он моментально ожил и стал такой как танцевать прыгать и начинает расти после этого и я слышу что она отдала ему кон достижения цели то есть да интересно она подписывает контракт с ним так что это закон вот это достижение цели которые она связана с этим к нам взаимодействие сейчас я посмотрю то куда-то улетела давай спрашивает вернись так и которые ну давай посмотрим контракт там будет яснее посмотрим пусть елена покажет контракт давай посмотрим а я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться встать по старшинству я вижу что этот эгрегор он имеет подключу к левой ноге к большому пальцу левой ноги и вот идет какой-то фраза там где вот она вырывает этот контракт звучит вот так умереть вместе с ним так это на вконтакте в контракте так условия были такие да что это означает на для елены и с кем это умереть я вижу что идет какая-то перекачка энергии вот она ему дала эту энергию он как бы скушал него клюв такой небольшой и начинает расти и расти расти и он становится главным я слышу вот с правой стороны он становится главным так как главным над кем это программа доминант программа доминанта доминант она доминирует эта программа я слышу над сознательным выбором секторе магии вот кто-то находится это елена находится я вижу как он растет она уменьшается и там она как бы с двух частей состоит первая часть это такой как шар сверкающий сияющий вот я на снова стучит постучала что это вот как оболочка внутри как еще одна личность вот это черная фигура это программа вот эти доминирующие программы доминанта вот это вся конструкция значит она уменьшается уменьшается я вижу что она вот так происходит и она в эфирном же плане все будущее тоже здесь присутствует и она уменьшается уменьшается а этот спрут растет растет и потом что-то происходит и в секторе магии она пропадает она перестает быть такой как взрыв все вижу но потом я посмотрю а он резко падает как будто бы от него моментально собрали энергию откачали вот как просто пух плюхнул упал и вижу что в секторе магии она вот так сидит и читает книгу и растет а сидит как будто бы в позе лотоса читает книгу книга растет она растет и она что-то достает там где я слышу отбирает вот на уровне вот колен так наклоняется и с этого пространства период частицы и слышу разрешение расторгает контракт отменяет свои решения то и я сейчас показываю вот она идет 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 она хочет отменить эту ситуацию но здесь у нее получается что нужно было бы как бы между двух зол выбирать а я и предлагаю третий вариант то есть и она вот стоит и смотрит вот она отменила это решение пожалеть маму согласиться кормить дамите вместе с этими и вот она вместе с этими детьми вот заходит и смотрит то есть они все никто не смотрит что они идут вниз она вы так ногу подняла одну а другой на цепочке стоит и смотрит видит куда и я вижу что она поднимает глаза к своему высшему я то есть есть третий вариант какой а я слышу и отменить искушение так не знаю давай еще посмотрим искушение да какой я слышу быть пойманным то есть как бы выбор без выбора и вот эти родительские отцовские программы я вижу как эту ситуацию в коридоре что или она рассказывала здесь же я слышу искушение то есть какая-то как казнь то есть боязнь быть наказанным а теперь понятно и вот так как как ограждение идет разума в одном направлении пока я вот волна а здесь вот это как давление то есть на самом деле выбор очень широкий как можно изменить эту ситуацию но делается как выбор без выбора где в конечном итоге все таки умереть то есть ошибочные решения то есть дается выбор между двух ошибочных решений а любая ошибка приводит к искажению и в конечном результате к разрушению и к смерти то есть запускается любое неправильное решение запускает механизм самоуничтожения хорошо это вот эта ситуация когда она покупала леденцы и за это ее наказали в этой ситуации она нам эта программа искуситель который как бы это тоже связано со зрением то есть дает как бы картинку будущую картинку вот это перед глазами и и как разворачивается эти бумажки с этого леденца как это вкусно хорошо пусть селена зайдет в том сознании отторгнет все эти воздействия этой программы искушения и всей отдает карму за эти воздействия этой программы хозяина программ и изменит это решение покупать этот леденец если она хочет начинать и сделать так подождись на наворочили все на то есть надо сначала отсоединиться отсюда хорошо виктор и отсоединиться от всех остальных ситуаций кроме вот это с леденцом да и вот я захожу в эту ситуацию да я вижу она отдает как будто бы так рубль что ли отдала маме а мама взорен дала леденца так и я вижу что эта ситуация с этим классом она все равно попала в этот эгрегор по ее желание хорошо вот этот получается контракт этим эгрегором врачи посмотрим какие еще есть условия в этом эгрегора на что она еще согласилась кроме как кормить что-то еще есть сейчас нужно было куда-то вернуть викторию к этому контракту до посмотришь вот эта сковорода этот клинчик есть и что это за сковорода это вот эта программа предательство скажем так детей принять эту программу это родители она в руках учительницы и и мама то есть это вот эти да да они вот так держат этот блинчик кто это это формирование личности личностных качеств ну и тут я вижу так целостность то есть взамен вот я вижу что в этой ситуации она как бы решила все равно быть в этом эгрегоре она же хотела быть со своим классом весь класс шел в определенное место то есть там же все по программе и она попадает в результате в этот эгрегор то есть выбор без выбора она кон стоит ее целостность то есть и и вот это совершенное зрение которое выглядит как шар в котором вот эта узкая полосочка появляется как у рептилии знаешь вот это ограничить ограничитель восприятия мира хорошо рационально или находим осознает что на суверенная личности принимает ее такой какая она есть она хочет освободиться от антими разорвать все контракты посмотрим своим сознанием на этот контракт и сделать так чтобы оставаться целостной из-за этого глаза с ее пространство вот эта полосочка уходит как змея или как лапа одна лапа этого сприта она уползает к матери и к этой учительнице и вот ее как и глаз ее пространство вот так хлоп и захлопнулась нет этой уже прорези а это как такая дверца как прорезь я вижу что эта ситуация как будто бы вот так рассекла ее пространство чтобы добраться вот до сердцевины и и в этом глазе это как ее сердечная чакра вот центр также считывается это как центр вселенной божественный дух я вижу как это все устроено по принципу фрактальности то есть вот наша душа это божественное начало и это как дом божественного духа и это как сам творец внутри нас то есть вот как во внешнем пространстве во вселенной есть центр всего это первоисточник жизни вот точно так же душа человека это его первоисточник жизни и общаясь своей душой напрямую обращаясь к ней и я слышу лелеять свою душу то этим образом мы таким образом показываем уважение к нам жизни я вижу как елена вот так она делает руки вот так выставляет и отдает вот эту этот коричневый барный замок и он через мать уходит вот в этот сектор и закрывает этот замок закрывается там закрывает эту сердечную чак про этого спрута вот уходит из его рта и вот этот глаз глаза учезарные глаза я вижу что это программа и вот я вижу как этот огромный глаз ее пространстве с этими ресничками эти реснички это порталы для проникновения я слышу учителей то есть и родители учителя воспитатели они играют огромную роль то есть взрослые люди по отношению к детям я вижу что но я слышу они калечат божественное начало уничтожают божественный дух подчиняя я слышу священное бытие пафосу вот эти программы появляются какие дети маршируют то есть вот этим навязанным программ общества то есть вот эта система порабощения человеческой живой души вот этой системой которая противостоит творцу противостоит интересам божественной души елена говорит в этом что она говорит я отключаюсь о говорит от бытия разума дьявола я вижу что вот эти ритуалы ритуалы повиновения марширование в этих группах вот эти все это все ритуальность которая показывает шаблонность мышления дьявола но дьявольской этой системы она да и я вижу как это ее решение что она отменяет это принимать она уходит и и вот все пространство как рассчитывается вот как огромный большой ну как глаз вообще то есть как способность видеть только глаз не в одном месте а везде это способность когда я посмотрела там на руки на колени то чувствовать воспринимать мир таким какой он есть воспринимать божественное начало я вижу как каждая частица эфирного тела невидимыми ниточками но невидимое мне я их вижу соединяется с первоисточником и я слышу что изменяется казуальность то есть причинно-следственные связи я слышу равновешиваются и она выходит с этого темного эгрегора с этого пространства и вот эта подключка к пальчику которая была она в этом отскакивает я передаю чтобы она вот она просто берет это все выбрасывает чтобы она очистила все ее пространство от всех притязаний антимира чтобы она в любом воплощение в любых ситуациях отказывалась подчиняться чужим программам повиновения и играть роль жертвы насильника и спасателя она поднимается вверх как ангел и я ее попросила чтобы она постучала и когда она постучала по своему пространству то я снова я уже не увидела вот этого как стекло нет этой оболочки но вот этот имплант вот к этому к этому суставу у нее растет есть вот этот имплант как будто согнуть этот пальчик и подключка черная в сектор магии сектор интерферентов и там появляется вот этот горящий человек какое-то сооружение как будто большой какой-то то ли соломы то ли чего такой какой-то как форма человека и она как как горит кого-то вот там появляется какой-то человек который ходит вокруг этого горящего человека и как будто бы дрова подбрасывает или что-то такое делает где вот эта ситуация находится елена я вижу что она эфирном пространстве находится вот в том и грегори в которой она зашла в детстве вот где она там хотела примирить маму с этой ситуации да вот она там встает я вижу с этой она как пионер по стойке смирно сразу сестре помочь то есть она вот эта программа и вот этот контракт в ней работал таким образом как притягивается аналогичная ситуация и она тут как тут так программа между собой уже договаривается то есть уже готова буквально как будто бы я как вспыхнуть хорошо сейчас елена отказывается и рациональным тогда прогибаться под эти игры горы жертвовать и пусть она зайдет ее сознание в тот момент когда она разговаривала с сестрой откажется прогибаться и сделать так как сейчас считает нужным я вижу она у этого человека забирает вот это этот сгусток энергетический форме человечка как будто бы у этого человека такие это программа жертвы как будто форма человека только вместо головы такой как у куклу склана такой треугольничек и руки такими треугольничками заканчивается и ножки то есть это такой энергетический слепок бесформенного человека то есть нет ни лица ничего то есть потеря индивидуальности программа жертвы то есть я слышу ну как бы сознание себя ничем ни кем ни чем то есть как бы есть но меня и как бы нет вот так он усчитывается то хорошо пусть она дает это все через родной энергии поменяет это решение да я вижу что она вот так сделала она сестре сказала но уже сестры там нет сестра вы там она поля она сверху как секторе будущего просто смотрит но вот этот вся ситуация она как каркас с этих матричных программ соткана а елена сейчас делает вот так она говорит это твое дело твое решение и поворачивается как будто бы легла спать поворачивается из нее вот так черное покрывало сползает и она поднимается вверх а там я сестра ждет оля уже ждет с таким сияющим блокнотом записала и они поднимаются вдвоем так пусть елена отдается чужеродные карму этому эгрегору хозяина эгрегора очищает от всех этих энергий я вижу что они ее оля привела в какое-то пространство она находится вот в секторе они не дошли до сектора будущего где сектор где-то на уровне плеча и она считывается как это сектор спящей красавицы там я вижу есть какой-то вакуум пространстве это в ее пространстве и в эфирном пространстве как в дубликате тоже такое есть как такой портал и там она считывается как эгрегор какой-то эгрегор как сонное царство так что это за эгрегор приказывает ему эгрегору проявиться в его пространстве я вижу что одним вот меньшее пространство она находится в ее пространстве и перетекает а второе как в секторе интерферентов как огромный какой-то шар какого-то бело-желтого цвета который как-то колышется огромных размеров который занимает все вот нижнее пространство считывается как сонное царство мир спящих людей сейчас я посмотрю мне интересно в этом общем эгрегоре это сознание коллективное сознание человечество там есть разные глобальные объекты там где собираются энергии я слышу по полюсам то есть по своим энергетическим зарядом там есть разные сектора и а все это там окутывает вот этот занимает большую часть она выглядит знаешь как вот эти и я вот так занимает мою нижнюю часть и обволакивает одновременно я вижу что этот эгрегор там все люди спят они все накрыты под такими штабелями вот их миллион это может миллиарды все спят считывается сон разума и они спят все странно и местечко а что их усыпляет есть какая они там вот так ходят потом у них такие глаза становятся такие большие глаза как шары как у моно шары на глазах и у или тоже и они вот так идут руки вот так как куда ничего не видят перед собой как зомби тут а я слышу фетиш фетиш программ да фетиш ну это глубокое значение это как скажем то слышу как божественное начало то чему отдает человек предпочтение увлечение его разума здесь же и вот это мишура и дала поклонство то есть все то что заменяет человеку божественный иконы на общем вот эти все программы да вот эти культы вот это все мишура да что ты говоришь содержится в этом игры горит и все сам разума я слышу здесь слабость ума смотри здесь отдельно происходят разные энергетические они даже цветами все от отличаются разные сектора вот сектор патриотизм сектор вот этот патриотизм то он коричневого цвета но из каждого потом какой-то зеленый синий цвет то есть разные цвета а с них уже из каждого из них выходят как это же многомерное пространство нет ничего однозначного то есть и выходят вот эти собираются как бы в одном как центр управления то есть если можно так сказать один какой-то курт потому что это культ личности например культ иисуса поклонение иисусу культ сталина это поклонение человеку то то же самое то есть культ кто-то автомобиль считает своей женщиной вот культа этого культа этого культа есть вот это вся фетиш это то что заменяет реальность человеку религиозные взгляды но вот это все и если его разложить по многомерной шкале это многомерная шкала энергии потому что каждая энергия здесь очень много этих отделений наверно тысячи давай посмотрим если там частичка души елена да она есть она говорит что она решила быть потворой но не в смысле некрасивой а в смысле что потворять почему такое слово странное звучит потворять то есть она как бы потурать потворять под подстраиваться под кого-то вот именно вот там в том моменте самый яркий вот этот момент когда она решила играть роль спасителя для своей сестры то есть не она не позволила себе сделать свой собственный выбор а она потворяла как-то странно звучит потурала потворяла то есть она как бы но буквально как преклонилась перед вот этим программами которые имеют доминанту над сознанием в осознанным выбором и вот раз мое внимание ушло бы так по этой плоской траектории прямо в ее вот встроенная чужеродная инородная программа она выглядит как такой лепесток как будто бы высушенный знаешь листочки высушивает и остается только остаются ну там специально так есть технология что остается только прожил очки а ткань листа она и растворяется там растворе то есть вот это получается как каркас который собирает на себя вот живые энергии души когда человек вот притворяет притворяет жизнь свои решения то есть делает акт поступок действие это переступить вот я вижу этот момент когда эти детки идут они идут 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 а потом вот этот момент раз переступили и уже после этого падают вот я вижу этот момент и она идет вот так решение притворяться вот это снова мама где елена и и гладит то есть притворяться что все хорошо притворяться что тебя это устраивает притворяться что и таким образом притворять в жизнь действия делать какие-то которые показывают что ты выполняешь программы они свои собственные увлечения не свое собственное фетиш короче этот вот эта программа лепесток где зацепка который где еще осталось ее решение снова появляется вот эта сковорода снова появляется мама ее пространстве мама почему-то идет как хозяйка знаешь такая как собранная с частей то есть эти программы да то есть запрограммированная этой системой ноги отдельно вот это какой-то фартук и у нее такой этот черная сковорода то есть глаза это все как то есть признаки человека и признаки вот этого как везде вулла все вместе то есть сборная солянка до сборная солянка и у нее в руке вот эта сковорода и она вот как лепешечку туда-сюда этой сковородой и стучит этой сковородой сейчас я хочу посмотреть о решение воплотиться я слышу жестокой матери да посмотрим как они 2 или на да они все-таки 2 вот я вижу что близнецы они всегда но она правильно говорила что но это как родственные души которые встречаются для того чтобы обогатить друг друга и чтобы каждый по отдельности был счастлив и был полноценным целостным и и всем и 2 вместе то есть и по отдельности 2 вместе то есть вот так вот они с одной стороны каждая как отдельная личность уникальная но у них один на а я слышу одно энергетическое начало то есть они как действительно родственные души хорошо давай посмотрим вот это решение воплотиться когда она принимала я вижу что они вот снова мы попали в то же самое пространство куда оля привела и там такая серая какая-то энергия и она как разделяет их двух что это энергия серая сейчас я посмотрю а насчитывается как воплотиться себе на зло во зло когда я на нее смотрю она похожа так сейчас постоянно вот такие преграды как как будто дорожка для бега с препятствиями и там одно такое большое препятствие которое вот выделяется на фоне всего когда я смотрю я слышу родиться у у родителей слышу живым воплощением духа я вижу они рассоединяются на 2 там эфирном пространстве они вместе приходят они вот так как-то произошел какой-то я слышу коллапс они разъединяются потом соединяются я вижу их внутриутробно но там есть вот в секторе принятия решений именно она странно выглядит но именно родиться у этих родителей что почему-то они безумные родители не знаю почему но я что слышу говорю спроси у елены какая цель почему она выбрала вы этих родителей с какой целью она показывает вот этот лучезарный глаз который находится в секторе интерферентов и он вот этот спрут у этого спрута ее огромный этот глаз а реснички от этого глазика он весь там считывается что томится а реснички тянутся именно к родителям фу аж затошнило такие энергии у этих ресничек там бабочки оранжевые порхают такие гнилостные энергии раз разложения вот то есть они вот так отходят от глазика от этого и чем ближе в сектор магии тем вот это все как как труп такой знаешь все течет гной цене секторе от счастья так значит цель связана с этим молчезарным глазом и что елена хочет сделать с этим глазом какой ее план а ей нужно вернуть его себе и сестре и убрать вот эти подключки эти как я говорю реснички потому что они к верхним к верхнему веку вот так убрать эти программы предательство себя предательство родителей и она вы так показывает что все ее вторая и первая чакра и ноги они как будто находится внутри как чулочки в этой ресницы говорит предательство рода так когда вот это предательство рода когда и где это решение это вот эти ресницы это они считывается как программы фашизма предательство себя предательство рода вот этот выбор этих родителей это так что произошло при выборе этих родителей подписывает ли она какой-то контракт или что она согласилась с кем согласилась я слышу она согласилась пройти по трубе по трубам или трубе как-то одновременно и по дне и по одной трубе и по многим труба вот как будто бы внутри этих ресничек и я вижу что когда рождается ребеночек он находится как внутри этого спрута уже получается контракта не есть с этим спортом или даже не спорта то есть она покажет этот контракт или на ой снова появляется этот клюв и такой замок амбарный замок коричневый вот появляется этот рот спрут с этим ртом во рту держит этот замок что это за контракт с этим дети от контрактовая виктория посмотрим с кем она заключила этот контракт вот этим спротом да это сознание люцифера и его коллаборанты то есть вот эти все программы которые работают в учителях родителях и так дальше все люди которые придают интересы живой души ну я вижу там и это мне снова вот я вижу эту терезу мать терезу это большая фальсификация на вся черная и этот черный поцелуй то есть это пример этого лицемерия когда представлялась это ее богадельня где она заставляла умирать и мучиться страшной смертью этих бедных стариков вот и она получала этот эгрегор получал эту жуткую энергию смерти жуткость смерти они буквально из голода из из-за болезней погибали она там ходила и среди и питалась этими энергиями это жуткая женщина старуха которая стала олицетворением типа доброты вот это подмена жуткое понятие это как раз есть вот это главная фитиш этого эгрегора предательство взрослыми детей вот эта вся система извращения человеческой души на раннем этапе взросления хорошо давай посмотрим на чем договорилась елена с этим спрутом какие условия контракта появляется вот это где нам то маршировала с глазом эта ситуация где она вот это как там не потеряла этот лучезарный глаз она выбрала не только родители она выбрала ту систему потому что каждый период истории знаменовался своей какой-то особенностью вот она выбрала это так взамен что она получила взамен этого глаза вот это она считается как коммунистический террор то есть молодое поколение которое все еще воспитывается людьми которые были искалечены во время там сталинских репрессий и коммунистических репрессий и этих слежек и этого жуткого времени и таким образом как бы передали свои негативные воззрения свой негатив поколению которое растет уже в других условиях то есть и таким образом передается преемственность этих программы этих программ и елена показывает вот эти программы как хвост русалки то есть ноги вот это все черное то есть будущее рода получается в руках антимира понятно хорошо спроси елена видит ли она этот контракт выборе этих родителей со сплотом что на что она все видит а вот это только как по части там до которые в решениях хорошо рациональная елена хочет расторгнуть контракты с антимиром пусть она зайдет сознание в тот момент когда на этот контракт подписала с этим спротом разорвет его откажется от этих условий я вижу появляется вот этот косточка вот это и она как ключик вот это как ключик которым она вот этот замочек коричневый и она расторгает этот контракт этот замок но теперь вот наконец осталось все понятно мне то есть вот все завязано видишь на решении самого человека и она я вижу как выплевывает это решение как будто у нее во рту вот это было и часть вот этого поцелуя этой терезы матери терезы которая перетянула на себя очень много энергии и стала как одной из ну как фетиш да мать тереза там путин там сталин то есть вот эти террористы культ сделали из них сделали из них культ то есть а вот это культ личности и я вижу как появляется вот она достает вот это пространство разделено на когда белое на черное и она так местами проросло друг друга из этого черного пространства когда она вот это сделала этот имплант ушел пальчик выровнялся и оттуда выходит как большая такая фея с крылья с крылышками прозрачными сейчас я ее спрошу кто она такая и она такая большая в один рост с члены с еленой я вижу что это в физическом как бы теле елены присутствовала вот эта программа жертвы как этот человечек такой странный и она растаяла все ушло и как этот человечек ушел постепенно то постепенно эта фея начала превращаться как бабочка превращается личинка в бабочку с крылышками и здесь это бабочка уже как феечка потому что так как девушка с крылышкой она превращая превращается в ангела то есть она проходит я слышу метаморфоза и вот эта служительница культа ну так и звучит мракобесия да там есть как слой такой и она как сквозь него вы так выходит и выходит как белый красивый ангел и когда она вернулась вот сектор будущего в сектор миссии то это серая полоса просто отвалилась падает с одной стороны она стоит а с другой стороны стоит оля а это вот так как как ткань огромная такая льется вот так как ткань такими складками вот эта серая программа вот эта программа жизни скажем так это вот это вся все эти конструкции это вот именно то в чем копаются все эзотерики и пытаются там найти какой-то выход то есть вот эти все гадания на картах потом астрология нумерология и и и вся эта чушь собачья то есть этого попытки дать показать путь который находится неизбежно приводит к краху и потому что разбирается только в в этих программах антимира и это все ушло вижу елена говорит я сама что она сама сейчас я посмотрю кто-то как будто бы постучал извне в ее пространство кто-то постучал а вот серый такой шлейф и сектора магии приказывай проявиться кто находится в секторе магии соответствует физической динка я слышу отголоски старого что-то как серая такая коричневого то я энергия бесформенная я передаю елене чтобы она а я вижу разбивается яйцо желток странно что-то из этого яйца из этого желка жел . выросло такое деревцо какое-то странное с глазиком сверху я приказываю проявиться и назваться кто это звучит люцифер и вижу как пошел ногами вот этими семьи этот спрут и который превратился говорит люцифер он так потом шоу как будто бы большой большой а потом уменьшаться начал я ему приказываю отвечать что он делает пространстве елены он имеет к ней какие-то претензии говорит мой глаз и я передаю елене чтобы она отдала отвергла все что ей не принадлежит и вернула себе все то вот оно что видишь да когда человек делает имеет какое-то мышление эзотерическое делает какие-то поступки то есть действия которые характеризуют стиль поведения дьявола то он имеет как бы претензии к этому человеку как в своей части я ему передаю что он вторгся в пространство елены нарушил коны вселенной о не вторжение в чужое пространство что он и лжец и немедленно пусть забирают все его воздействие уже руками до черной программы импланты и всю карму за его вмешательство и вторжение божественных душ и я вижу как будто вот это пространство елены и оли это как одно яйцо которое было разбито и вот эта разбитость вот этот эффект разбитого яйца к нему возвращается оля и елена я вижу как они выходят и их части из этого лица и разделяются как вместе и каждый по отдельности они вот да я передаю оле что она оставила наше пространство если она хочет да она говорит я готова но я вижу что между ними вот такая идет какая-то связь связь генетическая она выглядит вот так она их связывает и это все это связь она выглядит как будто обволакивающие такое стекловолокно с такими как усиками уходит сектор магии они объединенные объединены до родителями находится приказы проявиться там я вижу появляется говорит всеми отца я вижу что это 7 отца которое так называется что это те программы которые я перешли как живое лона матери хорошо пусть елена своим сознанием родиться заново чистая и отторгнет все эти программы анти мира чтобы быть абсолютно свободным я вижу как она вот как будто протирает глаза и вот эти как как реснички и вот это тоже то что их связывало и оли тоже передаю чтобы они просто выбирали отцом дух священный дух живого пространства и отказывались принимать участие в этих родовых программах я вижу как прорывается вот это нее как ножки выросли вот они как будто бы склеены были и сейчас раз две ножки появляются и вот эта труба которая как связала как русалку две эти ножки она просто исчезла я передаю елене чтобы она очистила свой рот и меня слышу свое потомство мне вот эти были программы чтобы не было прав потомство чтобы она очистила свой рот и свое живое потомство от чужеродных мертвых программ приказывала вот этим всем интерферентом забирать сил их карму все воздействие чипа импланты и меняла все свое будущее на основе теперешнее решение основе здесь и сейчас я отсекала все то старое и уничтожала его портал на полную утилизацию и вот я носить телепатически общаюсь и она вот вытирается информационных полей все эти негативные воздействия все программы все зацепки она вы так раз и уходит и уходит и чтобы елена наполнялась светом гармонии процветания и жизни они разделились с сестрой я вижу как они плавно друг от друга отплывают и с любовью вот так да хорошо между ними есть искренняя любовь они как две родственные души они россии соединились то семья хорошо подумаем секторе вверх все вместе до отсоединяемся от всех тех ситуаций вот интересно мы тут чуть-чуть шалим с ней я и попросила чтобы она постучала и она тук тук импланта нет и этого и колба нет она выглядит очень красиво как как ангел с перьями такая пушистая когда она эти перышки начинаю смотреть то я вижу что это энергии такие почерявые всего то есть это так интересно как-то и часть всего и все в себе хорошо спросить когда елена все ли мы сделали для нее на этом сеансе да я вижу она вот этот блокнот села и выбросила слышу пепел весь портал отправила на утилизации хорошо наполняемся энергией жизни гармонии процветания поднимаемся максимально версии вместе да еще вернула все все свое вот это сияние этот глаз полномерный глаз полномерное видение чтобы она вернула себе все ее все частичка души и потенциал призывает до очищает возвращает первые данные а они изменили на первозданное первое первозданное это как сдавать в это здание мироздание то есть в эту матрицу то есть создавать придавать это я вижу что я слышу что она возвращает полномерность восприятия вот этого реального бушующего мира потому что здесь энергии такие мощные я и передаю чтобы она забрала всю ее энергию с эгрегора с этого царства сон запретила вмешиваться в ее пространство и очистила все ее живое пространство и общее всю генетическую память освободила от привязок к этому эгрегору и передала информацию света лучезарности в тот эгрегор информации чтобы каждая живая душа просыпалась я вижу что эти лучики от ее лучезарного пространства как будто при вот каждого будет мы передаем информацию чтобы все живые души выходили с этой игры к реальной системы и разрушали ее отменяли свое участие в делах тюмы и выбирали свет гармония процветания и жизнь распространяем информацию кто есть кто алгоритм освобождения призываем освобождаться от этих кривой дорожки и выбирать истину жизнь и гармония первоисточника хорошо поднимаемся вектор максимум наверх отсоединяйся от всех и всего прощаемся с тогда с еленой а елена пусть составит информацию и освобождение в открытом доступе и всем светлым душам не передаст кому хочет она тоже сделала которая проверяет твое пространство чистим соединяясь отсоединяясь от всех и всего наполняясь энергией жизни гармонии любви у меня перед сеансом буквально за час пришло в голову на английском я на русском скажу выражение дайте людям кого-то для воспевания и они забудут себя и что мы увидели что все спят и смотрят в эти игры игры обалденно я вас благодарю от всей души просто круто молодец и главное так долго понять не могли на что же там что это такое а я всегда не переваривала школа я всегда была убеждена что школа ломает детей делает из нас зомби именно школа один раз приснилось что я снова в школу хожу потом проснулся думаю слава богу хорошо молодец тогда но я тебе скажу что вот эта школа например вот в америке она построена совершенно по-другому здесь нет такого давления на личность я была и в школе где дети дети долго играют то есть никто не имеет права на них там орать что-то заставлять то есть все добровольно то есть максимально приближена вот к этим конам доброты я же вспоминаю как я училась в университете и я сейчас в колледже учусь как к нам к взрослым и потом я одно время за ребенком присматривала и я ходила с ним тоже в школу и уроки делала но здесь в америке я тоже была удивлена насколько все здесь по-другому то есть все настроено все-таки на человека а в тоталитарных государствах все построено так чтобы подавить человеческую личность и как можно жестче вот я слышал нас тоже какая-то была школа например щетинина он тоже относились без этих компенсированных программ это уже загнобили короче ростки есть не дают распространиться дадут все произойдет свое время бороться нужно да то есть каждое на своем все зависит от каждого неподчинение этим программам и зла это как раз самое страшное чего они боятся рабы не мы традиционный вопрос попубликовать можно ли хорошо я как это богиня памяти мне нужно всем вернуть память давайте вы к паеку всего доброго тогда девчата всего доброго пока пока и вот вот Продолжение следует...